Всем привет! Меня зовут Макс. Этот ролик – первый из серии обучающих видео об интеграции IP-ATS RANJUS Smart Office и 1S-предприятия. Совместная работа двух этих систем может дать бизнесу много полезных и интересных возможностей. Давайте посмотрим, как быстро и просто 1S-предприятие подключается к нашей телефонной системе. А поможет нам в этом Алексей, наш ведущий разработчик. Всем привет! Это Алексей. Давайте для начала инсталлируем внешний компонент. Вам достаточно указать место для установки, и инсталлятор сделает все сам. Вот и все. Для демонстрации работы внешней компоненты я буду использовать стандартную конфигурацию для обучения управляемое приложение. Давайте напишем код, который при старте 1S будет подключать компоненту и устанавливать соединение с сервером RANJUS. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Окей, мы подключились. Теперь хорошо бы при завершении работы отключиться от сервера. Как видите, мы использовали строки константа в качестве параметров для установки соединения с сервером. Конечно же, настоящие джедаи так никогда не делают. Давайте позволим пользователям самим распоряжаться этими параметрами. Для начала вынесем адрес сервера RANJUS в константы конфигурации. А теперь логин и пароль, значения которых уникальны для каждого пользователя. Для задания этих параметров будем использовать существующую форму настройки пользователя. Значения сохраним в общем хранилище данных. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А теперь последний штрих. Добавим в форму редактирования контрагента возможность совершения звонка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот и все. Давайте посмотрим, как это работает. Отлично. Мы подключили 1С к нашей телефонной системе, сделали первый звонок и убедились в том, что это действительно просто. В следующий раз мы покажем, как регистрировать в 1С все телефонные вызовы. Пока.